Кубань-24 Кубань-24 От наших подопечных требуется оказание содействия в раскрытии преступлений, оказание практической помощи при проведении массовых мероприятий. Это для обеспечения безопасности. И также конвойное направление для работы, конвоировать людей. На сегодняшний день, если говорить, какова численность специального отряда четвероногих? На сегодняшний день в Краснодарском крае 525 служебных собак, которые используются в служебной деятельности и имеют подготовленность. Ну, какая-то порода, мы позже об этом поговорим. Хочется, чтобы вы назвали одно или, может быть, несколько громких дел в раскрытии, которых как раз помогли собаке. Ну, собаки у нас в раскрытии преступлений, если сказать, участвовали в чемпионате мира, обеспечивали безопасность. А именно по раскрытию преступлений, если взять, в Брюховецкой собака, кинолог, кинологический расчет по следовой работе, раскрыл убийство, проработав по следу и найдя вещи. В Армавире кинолог проработал также след, и в 300 метрах на стене кровавый отпечаток, по которому эксперты сняли его и установили преступника. То есть рассчитывали только на помощь собак в этом случае? Да, потому что на месте преступления ничего не было. И таких вот историй часто, или это такие редкие случаи, когда безвыходная ситуация уже, и собаки показывают... Кинологи в основном оказывают содействие в раскрытии преступлений, это указывая направление движения преступника. У нас в городе очень много камер, также по краю, и главное указать направление, правильное направление, куда ушел преступник. Дальше уже опера работают по данному. В каких видах все-таки преступлений часто применяют служебных собак? Основное направление нашей служебной деятельности, это участие в составе следственной оперативной группы, это кинологи со следовыми собаками. Кинологи по поиску и обнаружению взрывчатых веществ участвуют в обысковых мероприятиях, и также при проведении массовых мероприятий обеспечивая безопасность граждан. И также по наркотикам это кинологи участвуют в обысковых мероприятиях. Как строится рабочий день кинологов и их подопечных, разумеется? То есть это такая, наподобие офисной работы, каждый день с 9 они должны быть уже на готове куда-то отправиться? Нет, у нас организовано дежурство, кинологи, которые заступают на суточное дежурство, они выезжают на места происшествия или проведения профилактических мероприятий, а те, кто не задействован, они занимаются вместе с собаками, потому что собаки требуют постоянной дрессировки. Тренировки ежедневно проходят? Да. Как долго они длятся? Давайте, наверное, сначала. Как выбираются щенки для того, чтобы они стали служебными? Щенки отбираются у нас согласно требованию приказа. Щенки проходят тестирование два раза за год. То есть в 6 месяцев и в год мы принимаем их на службу или нет. Это определенные тесты, которые позволяют определить, пригоден щенок к дальнейшему обучению или не пригоден. То есть надо пояснить, что основная порода, с которой вы работаете, это немецкие овчарки? Да, основная порода это немецкие овчарки, потому что она более универсальная и применяется также и по следовой работе, и также по спецкурсу, это поиск обнаружения наркотиков. Ну и надо пояснить, что случайные собаки не попадают на вашу службу. Вы уже занимаетесь? Да, даже взрослые собаки, которые кинологи работают. У нас кинологи многие работают со своими собаками, заключают договор безвозмездного использования и работают со своими собаками. И данные собаки также тестируются, проверяются на пригодность к использованию в службе. То есть левая собака в службу не попадет. Я вот подводила к тому, что у вас же есть и центр по разведению щенков, собственно, с самых АЗОВ. Вы прослеживаете и помогаете собаке стать специалистом с нуля. Да, с щенков, которые появляются на центре, мы готовим их изначально для того, чтобы они проходили это обучение. И так с полугода уже щенок может тестироваться, да? Нет, с двух месяцев. Первое тестирование проходит в два месяца, когда определяется, возможно ли с него что-либо. Здоровый, нездоровый, есть ли какие-то реакции. А как понять, возможно ли служба у него или нет, у щенка? Что должен показать щенок уже в два месяца? В два месяца это основное, что у него отношение, как он себя ведет один, когда его забирают от собратьев. Его оставляют одно и наблюдают за его поведением. А как он должен вести себя? Самостоятельно? Да, он должен быть самостоятельно, проявлять интерес к изучению и также относиться спокойно. Вот интересно, по дрессуре непосредственно. Уже очень много лет специалисты занимаются, навыки меняются как-то, требования, подходы к дрессуре. Что-то поменялось в профессии? Основная подготовка, она не изменилась, но меняется тактика подготовки. То есть в настоящее время собак готовят на бескомпромиссного метода, то есть без конфликта с собакой. Это что значит, поясните? Только на поощрение. Но все-таки можете раскрыть секреты? Или это индивидуальный такой подход? Это индивидуальный подход под каждую собаку. Как придумываются клички для служебных собак? Ведь это же должно быть четкое, емкое, чтобы быстро произносилось и собака понимала, что ее окликают. Ну, у нас в подразделении клички выбирают сотрудники, ответственные за разведение. Принцип первая буква по году, чтобы можно было ориентироваться. А дальше фантазия кинолога. По кинологам, это, наверное, очень сложно. Не только самому понять, как действовать на месте происшествия, преступления, но еще и повести за собой собаку. Вот какими качествами должен обладать этот специалист? Какие требования к ним в силе могут к вам попасть на службу? Ну, основное требование к кинологу – это желание, любовь и желание работать с собакой. Это самое основное. Потому что кинолог сам по себе целыми днями находится с собакой. То есть ее он должен приравнять к составу семьи. Потому что нельзя собаку уйти в отпуск, оставив собаку, и не появляться к ней месяц. Ты хотя бы в любом случае должен выбрать время к ней прийти, потому что это твой напарник. Вот скажите, собак тренируют быть универсальными бойцами? Либо есть разграничения? Кто-то кого-то натаскивает на то, чтобы искать взрывчатку, кого-то на наркотики и прочие следы? Нет, каждая собака изначально готовится под определенное направление. То есть, если это изначально следовая собака, то она является следовой. Если это собака спецкурса, то это собака спецкурса. Ежегодно они проходят проверку для того, чтобы подтвердить свою квалификацию. А как они подтверждают это? Это тесты закладываются. Если следовая собака должна проработать след, найти вещи, то спецкурса собака должна найти определенное количество закладок. Тогда она считается, что она прошла, подтвердила. Вы сказали, что в основном работаете с немецкими овчарками. А эта порода подходит и для охраны, и для другой работы? У нас немецкие овчарки... Нет различий каких-то? Психологически мы тестируем. Если собака более лояльная, мы ее используем или следовая, или спецкурс. Если более агрессивная собака, мы ее используем или на охранной службе, или на конвойной службе. Есть ли для собак различия? Они участвуют в тренировке, либо на боевом задании? Нет, собаке различия нет. Она как бы выполняет свою работу. То есть тренировка – это то же самое выполнение той задачи, которая будет поставлена в боевых условиях. В случае успешной работы, допустим, в каком-то деле проявил себя пес и кинолог, какие-то системы поощрения? Кинологу поощрение – благодарность, почетная грамота или ценный подарок. А собаке кинолог делает, естественно, тоже лакомство. Вот такой дуэт кинолог и собака. Сколько максимально лет могут прослужить? Кинолог и собака. У нас до 8 лет работают собаки. Дальше они, если подтверждают свою квалификацию, то есть выполняют требования, они продолжают, на год им продлевается служба. Ну а вообще, если говорить о том, что может ли у служебной собаки, ну конечно, может наступить пенсионный возраст и во сколько это происходит? Или это в каждом случае индивидуально? Вот есть же работающие пенсионеры, допустим, у животных так же? Ну, у собак по приказу они предусмотрены до 8 лет. Дальше, как я говорил, если собака выполняет требования, нормативы, ей продлевают на год. Если нет, она вместе с кинологом в основном ее забирает себе домой. То есть она списывается с балансового учета. Уже становится членом семьи и дальше? Да, она списывается с балансового учета и передается кинологу. А вообще, дальнейшая судьба, может быть, кинолог не захочет брать в семью? Есть какой-то питомник, приют для таких собак? Обычно собаке передается в добрые руки. Как Вы считаете, как долго еще понадобится Ваша служба и можно ли помощь собаке такой служебной заменить чем-то, кем-то технологиями новыми? Ну, в настоящее время пока лучше собачьего носа не придуман ни другой инструмент. Все зависит от подготовленности кинологического расчета. Чем выше он подготовлен, тем дольше он будет служить. Что бы Вы сказали своим подопечным? В этот день я хочу пожелать им всего наилучшего, хороших результатов работы, чтобы никогда не подводили их напарники. Четвероногие? Четвероногие напарники. Спасибо Вас с праздником. В программе «Факты мнения» был Алексей Криволопчук. Мы говорили о работе Краевого центра кинологической службы МВД России по Краснодарскому краю, который в этом году исполняется 110 лет. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова